Братья и сестры, здравствуйте! Есть такая беда у человеческого рода, вечно сопровождающая человеческий род, которая одна сама, только она одна, может погубить нас вообще прям до корня. Это половая распущенность во всех видах и проявлениях. Ну, блуд, если это самое банальное, но сегодня блуд вообще рискует превратиться в добродетель. Если сейчас вся эта извращенская тема начнет разливаться, как прорвавшийся коллектор, этим дерьмом по улицам потечет, то обычные отношения мужчины и женщины вообще потеряют свою остроту и актуальность. И там, если дядька на кого-то глаз положит, это уже в глазах общественности не будет выглядеть кошмарно. Хотя всякое отношение мужчины и женщины за пределами брака – ну, грех, грех. Этого одного хватает, чтобы всех нас погубить. Вот пишет Павел Святой Эфесянам. Говорит, что блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться. Это потому, что, знаете, бывает, что блуда нет, но блуд именуется. Вот, например, малолетки наши, развращенные от сопливых лет. Дети, собственно, вот эти дети. Даже бывают первоклассники и второклассники. Они такие могут маты гнуть. Они еще не знают ничего. Они не делали то, что они говорят. Они еще не знают, как это делается. Они не представляют, что они говорят. Но у них лезет, как фарш из мясорубки, изо рта прям такой густым потоком такая махровая, такая бесовская матершина, такая половая. Бесы же духи, но они как бы заинтересованы в этих блудных грехах. Они им нравятся. Они как бы даже завидуют человеку, потому что человек может вот этим вот заняться, а бес не может. Он был раньше дух, а стал весь плоть. Плотской образ мысли имеет такой. И эти дети наши, то есть у них блуда нет еще. Слава Богу, они маленькие. Но у них он именуется, слышите? Или вот ходят там дети наши, они вообще привыкли громко разговаривать. Дети свободы, так сказать. Они самовыражаются все. Вот идет два парня, две девушки. Господи Иисусе, как они разговаривают, как они маты гнут, что они говорят друг другу, друг при друге, как бы девушки и юноши, вместе рядом находящиеся. Там 14, 15, 16, 17 лет. Это конец света, слушайте. Блуда еще, может быть, нет. Они, может, девчонки чистые, еще не тронутые. Может, нет, а может, да. Кто их там проверял? Да и пацаны там, может быть, стыдливые, прыщавые, там еще там не целовались никогда по-настоящему. Но у них блуда нет, а блуд именуется. Вот Павел пишет очень важное такое, что блуд и всякая нечистота не же доименуется у вас, как и подобает святым. Это нужно проверить. Кстати говоря, если кто-то взрослый услышит наши сегодняшние слова, то и вы тоже проверьте себя. И взрослые без мата разговаривать разучились. Идут, понимаешь, тоже или-то стоят там, где-то разговаривают, что бы они ни обсуждали. Вот там какой-нибудь детали к машине, которая полетела, нужно купить и поставить, заканчивая международной политикой или повышением налогов, или еще не такое внутриполитическое такое. Но мат на мате, мат на мате, мат на мате. Такое впечатление, что у них как бы в голове вместо мозгов сплошные фаллические символы. Потому что оно все лезет из них, как бы они вылазят просто. Все тайное становится явным. Поэтому заметьте себе это. Это паскудство погубит человека, который погряз в нем. Погубит 100%. Осквернит и погубит человека. И вот еще он пишет нам, Павел, «Воля Божия есть освящение ваше». Это уже в другом послании к фессалоникийцам. «Освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд». Сосудом называется тело. Это вместилище души. То есть там кувшин или бутылка, или что там, ведро. Это вместилище воды, молока, что нальешь, что и будет. А сосуд плоти – это вместилище души. Это общее, кстати, место для священного писания. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога». Вот очень бы мне хотелось, чтобы мы вернулись в ту или сознательно зашли в ту нравственную парадигму. Даже не вернулись, пожалуй, зашли. Может быть, даже впервые в истории. Где мы будем гнушаться и дело, и слова греховного. Где мы будем бояться произнести нечто отгоняющее от нас Духа Святого. Знаете, что дым, например, дымом пчелу, там, улетай, пчелка, да, значит, вот на цветок летит, а дым улетает. Это доброе насекомое. Всем полезное, такое удивительное в своих плодах. Так вот, блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас, как и подобает святым. И воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда и содержали сосуд плоти своей в чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога. Слышали, да? Ух как! Это все касается каждого человека, живущего на земле. Каждого без исключения. Спасайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова